Перечень тротуаров, которые нуждаются в обновлении, был сформирован на основании обращений жителей и депутатов городского округа Самара. В 2023 году запланирован ремонт 18 объектов. В настоящее время идет подготовка документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика. На исполнение этих задач по поручению главы Самары Елены Лапушкиной в столице региона стартовала подпрограмма по ремонту тротуаров. Она является отдельным направлением муниципальной программы сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения. Отдельную программу мы не стали заводить. Мы ввели отдельный план мероприятий уже в существующую программу по благоустройству. Вот с этого года в бюджете города заложено чуть более 65 миллионов рублей конкретно на ремонт тротуаров. И самые горящие, самые острые вопросы тротуары в этом году планируем закрыть. Это дороги к школам, это дороги к детским садам, к каким-то другим социальным объектам, к железнодорожным переездам, о чем жители очень давно просили. Подпрограмма по ремонту тротуаров была актуализирована на основании предписаний, выданных ГИБДД, прокуратурой и обращений жителей. Ремонт затронет фактически все внутригородские районы областного центра. Обсудили на совещании в администрации города и готовность приемной кампании в первые классы. В этом году подавать заявление на зачисление детей в школу родители начнут с 9 утра 31 марта. Сделать это можно будет через портал Госуслуг, предварительно создав там черновик документа, а также посетив учебное заведение лично или отправив в школу заказное письмо со всеми нужными данными на ребенка. Зачисление будет проходить в два этапа. То есть, если ваш ребенок проживает на закрепленной территории, имеет регистрацию, то вы можете подавать заявление в эту школу, начиная с 31 марта. Также можно подать заявление во все лицеи и гимназии, поскольку за ними закреплена вся территория городского округа Самара. В том случае, если ребенок не закреплен за школой по месту прописки, но есть желание зачислить его именно в это учебное заведение, подать заявление можно будет не ранее 6 июля. В это время стартует второй этап приемной кампании. В каждой общеобразовательной организации сформируют единый реестр поданных заявлений. Там отметят ребят, которые имеют первоочередное право для поступления, так называемой льготной категории. Приказ о зачислении детей в первые классы самарских школ, лицеев и гимназий подпишут 15 июля. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.